Хоккейная Сибирь завершила домашнюю серию поражением. Наша команда не сумела переиграть второе Динамо за неделю, несмотря на чудесный камбэк в игре с рижанами. Отыграться в матче против москвичей оказалось куда сложнее. Поиск баланса в игре продолжается. Обзор поединка от корреспондента Александра Шурудила прямо сейчас. Владимир Крикунов против Николая Заварухина. Учитель против ученика. Дополнительная интрига в и без того ярком противостоянии. И Сибирь, и Динамо начали сезон неубедительно, но к очному матчу одержали по две победы подряд. Новосибирцы так и вовсе совершили настоящее чудо, отыгравшись с 0-3. Тем удивительнее, что первый период хозяева провели неуверенно. Не помогал и Николай Тимошов, впервые появившийся в составе Сибири. Москвичей с благодарностью пользовались моментами. Сперва открыв счет, а затем и вовсе отличившись в меньшинстве. Шупачев оформил две голевых, а его звено доминировало на площадке. На самом деле есть моменты, которые ты же сам играешь в большинстве, ты понимаешь, что должен человек делать. Но и просто читаешь и пытаешься сделать так, чтобы у него не получалось ничего. И иногда вот мы с Димкой там, получается, что играем неплохо. Второй период перевернул игру с ног на голову и заставил новосибирских болельщиков вновь поверить в чудо. Тибирь перехватила инициативу, заиграла быстрее и сразу сумела отыграться. Вперва Олег Ли вывел Миловзорова на ворота. Спустя четыре минуты Санников нашел передачи Меньшикова. Виталий отметил возвращение в команду броском под штангом 2-2. После этого игра шла до ошибки и совершили ее, к сожалению, хозяева. Все голы вот эти пропущенные случились из-за недисциплины команды где-то. Неправильное сменное, неправильное удаление, вот это шестой полевой игрок привело к поражению. Будем разбираться с этого поводу. Будем подтягивать эту дисциплину, которая приносит результат, который приносил в том году. Нелепое удаление за нарушение численного состава, пропущенный в меньшинстве гол, а затем и неудачные действия в формате 6 на 5. Четвертая шайба прилетела в пустые ворота сибиряков, а нападающий «Динамо» Яшкин оформил хет-трик. Учитель переиграл ученика. Теперь Сибирь отправляется на выезд по маршруту Минск-Санкт-Петербург-Хельсинки. Матч против «Динамо» наша команда проведет в понедельник, 21 сентября. Александр Шарудила, Алексей Баженов. Новости ОТС.